Добро пожаловать в мир роскоши, дорогих яхт, казино, автомобилей. Мы в Монако, и это тот случай, когда есть все шансы за один день увидеть всю страну. Все это эконом-класс. Пока владельцы этих тачек ставят в казино на красные или черные. И наш номер выиграл. Здесь на высоком холме живет семья монарха. Все, Монако посмотрели. Поехали дальше. Город Ницца. Жемчужина Лазурного берега. Ну ладно, шучу. Ницца будет позже. Ну а сейчас надо купить билеты на поезд. И желательно поскорее разобраться с этими терминалами, а то придется потом ждать следующий. Мы справились с покупкой билета. Там нужно было указывать свой e-mail или номер телефона для того, чтобы все купить. Можно оплатить банковской картой. Билет стоит 4 евро. Если покупаешь туда-обратно, получается такая стоимость. То есть у нас на двоих туда-обратно выйдет 16 евро. Есть более бюджетный способ добраться в Монако. Это автобус. Остановка находится рядом с портом. Если интересно, то это номер 100. Автобус. Нам просто удобнее с ЖД вокзала, чтобы не идти туда. Ниццу и Монако разделяет 22 километра и где-то 17-19 минут в пути по железной дороге. Поезд вполне обычный, а вот виды за окном прекрасны. Вот и железнодорожный вокзал Монако. Где? Где-то там в горе. Княжество Монако – это небольшое государство между Францией и Францией. Очень небольшое. Даже еще меньше. Так что все два квадратных километра площади используются по максимуму. И вглубь, и ввысь, и даже в море. Вон какие стройки. Судя по всему, Монако заканчивается где-то здесь, где заканчивается плотная застройка. Там дальше на холмах уже все так свободненько, вальяжно домики находятся. И это, скорее всего, уже Франция. Со всех сторон Монако окружено Францией. Все, что может показаться преувеличением в рассказах об этой стране, действительности, соответствует. Порт-Иркюль, наверное, самая дорогая, так скажем, парковка княжества. Швартовка 40-метровой яхты обойдется от 1300 евро в сутки. Где-нибудь там, на задворках. И цены взлетают во время пиковых периодов. Например, когда гоняют в Гран-при Формулы-1 Монако. Мне сложно проверить цифры, но пишут, что местечко в порту может обойтись почти в 34 тысячи евро в сутки. Заборов нет, вход на причал безудержной роскоши и богатства доступен всем. Ну что, любой турист может попасть на эту вип-парковку страны Монако. Кстати, с этой точки всю страну, в общем-то, и видно. Вот там райончик застроенный. Там, надеюсь, что это еще Монако, а не Франция. В общем-то, обзор на всю страну сразу. По числу миллиардеров на душу население Монако на первой строчке в мире. А 30% граждан располагают на своих банковских счетах суммой больше миллиона евро. И средний размер состояния на человека тут 1 миллион 420 тысяч евро. Так что каждый третий парень, которого увидите в ролике, скорее всего, очень даже при деньгах. И интересно, что Монако не входит в Евросоюз, но рассчитывается здесь в евро. И французский язык на правах официального, наряду, конечно, с традиционным манегасским диалектом. Смотрите, какие роскошные, красивые яхты. Но самое интересное, что все это эконом-класс по сравнению с вот этим. И те, напротив, они просто курят в сторонке и мечтают, что когда-нибудь они купят настоящий лайнер. Слушайте, ну просто миллионы на миллионах. И самое прикольное, гонять особо негде. Дороги извилистые. Ну, видимо, тут свой дресс-код на тачке. Она должна реветь. На всякий случай, для туристов смотрите чек из Старбакса, ну, чтобы по ценам сориентироваться. В общем, не так все и страшно. Ничего особенного. Просто обычная парковка Монте-Карло. Монте-Карло один из крупнейших городов Монако. Угу, тут еще и города есть. Ну, или скорее районы. Правда, каждый со своей атмосферой и настолько уникальный, как будто действительно в разные города переносишься. Попадая в Монте-Карло, ты попадаешь еще и на выставку дорогущих машин. Но, правда, эта выставка, она такая, знаете, ее никто не организовывал. Это просто владельцы здесь красуются своими автомобилями. И так как это видео снимаю не я, а мой муж, то в ролике будет очень много дорогих машин. Так скажем, на заднем дворе самого известного в мире казино практически выставка суперкаров. Вокруг люди с фотоаппаратами. И некоторые специально приезжают сюда нарядными, чтобы сделать серию лакшери фото. Ну, надо же что-то в своем инстаграме потом выкладывать. Посмотрите направо, вы видите красные дорогущие машины. Прямо от нас едет ретроавтомобиль прекрасный, с прекрасным водителем за рулем. Это просто великолепно. Это Монако. Тоже никаких полицейских, никакой охраны, никаких заборов и дикой тонировки стекол. Все как-то открыто. И все как будто открыты. Туристов никто не прогоняет, от камер не бегают, и съемку не запрещают. Ни на одном автомобиле нет. Ничего подобного на табличке не прикасаться. Вот эти парни с миллионными счетами в банках. Ну и что напрягаться? Кого тут Мерседесом удивишь? Пока владельцы этих тачек ставят в казино на красное или черное, туристы могут не спеша осмотреть все эти автомобили в мельчайших подробностях. А у этих, наверное, кондерни работают, проветривают, открыли даже багажник. Ну да, доля к показушничеству есть, но тут она какая-то без неприятного. Просто роскошь, как часть жизни. Очень спокойно. В Монако, кстати, даже нет бомжей. Вот честно, ни одного бездомного не встретили. Ну или они тут тоже чересчур роскошные, респектабельные, что просто не поймешь. Количество миллионов на квадратный метр в этой стране точно зашкаливает. А здесь крутятся самые большие деньги. Казино Монте-Карло не единственное в Монако, но именно оно, практически градообразующее предприятие или даже страна образующая. В 19 веке решили построить игорный дворец, как раз чтобы привлечь заграничные денежки и спасти княжеский дом от банкротства. Хороший ход. Игра продолжается. До сих пор. Холл-казино Монте-Карло похож на большую игровую площадку. Здесь можно трогать все, а еще взять фишечки, если удастся их поднять. В общем, взять фишечки. Я наступила на юбку. И сфотографироваться с ними. Сюда пропускают практически всех и вход бесплатный. Ставлю на 27 красное. Туристы могут оказаться и дальше этого прекрасного, роскошного фойе. Придется оставить в комнате для хранения воду, фотоаппараты, телефоны тоже снимать. В Монте-Карло, в казино запрещено. Но есть в мире почти 38 тысяч человек, которых ни при каких обстоятельствах не допустят к игровому столу. Это граждане Монако. Так что, любители поймать удачу, не спешите бросаться в подданство. В казино Монте-Карло действует определенный дресс-код, так что нужно приходить одетыми прилично. Кроссовки и шорты не приветствуются. Попасть в игровые залы может любой желающий. Стоит вход 17 евро. То есть мы входим туда и как туристы, и на эти 17 евро можем еще поиграть и выпить напитки. Так что, все. Ну, там снимать нельзя. Нам придется оставить наш фотоаппарат в камере хранения. Свет выключен. Часов нет. Игра начинается. Дальше часа 2 или 3 исчезают в уютных и, надо сказать, весьма спокойных игровых залах. Не знаю, как это произошло, но мы выиграли. Мы потратили 34 евро на то, чтобы попасть в казино, а вернулись оттуда с 200 евро. Это просто невероятно. Мы поставили... Первую ставку мы сделали на номер 27. Ничего не выиграли. Наши фишки ушли под стол. И следующий мы поставили на номер 13. На цифры мы такие рисковые. На прям вот вообще, чтобы повезло. И наш номер выиграл. Выиграл номер 13. Это наш. Нам дали кучу фишек. Мы еще чуть-чуть поиграли в рулетку. Ну, где-то выиграли, где-то нет. В общем, мы решили остановиться и забрать 200 евро. Точнее, забрали 190 евро. Две фишечки мы решили оставить на память. Одну со стола. Вот такие фишечки там были за столом. И одну фишку, которая уже с номиналом, которую выдают для того, чтобы обменять ее на деньги. Мне кажется, что человек, который выдают деньги, какой-то он был такой нерадостный. Но мне лично очень радостно. А вообще, как эта система работает? Наш билет стоил 17 евро. И из этих 17 евро 10 мы могли обменять либо на напитки, либо на игровые фишки, либо еще на что-то неважно. В общем, пить напитки в казино как-то не прикольно. А вот получить фишки, мы получили 4 фишечки по 5 евро. То есть у нас для игры в рулетку было, по сути, 4 шанса. И вот со второй попытки повезло. Короче, все. Идем в самый дорогой ресторан Монако. Площадь перед казино самое просторное место во всей стране. Кажется, оставлять такие пространства для фонтанов и дорожек действительно роскошь. Ее еще называют золотой площадью. Вероятно, во всех смыслах золотая. Тут и казино, где каждый вечер проигрываются целые состояния. Ну и вообще, квадратный метр земли в Монако стоит запредельно дорого. Монако просто поразительная страна. Она очень маленькая. И такое ощущение, что из-за того, что пространства немного, но хочется сделать много, здесь все так концентрировано. Здесь концентрирована красота, роскошь, богатство. Блин, и меня все никак не оставляют мысли. Рядом с нами в рулетку играл парень, который пришел и поменял тысячу евро на фишки. Сразу же это все спустил, потом еще взял фишек, и он не выглядит счастливым. А я, которая пришла с десятью евро, с двумя фишками, я просто счастлива. Когда на Монако смотришь со стороны порта, то это кажется каким-то супер застроенным таким холмом. Но внутри этот холм гораздо симпатичнее, чем оттуда с моря. Здесь нашли место и для огромных зданий, многоэтажек, и для растений, и для пальм, и для деревьев. Очень уютно и даже тенисто. Особенность строительства – отдельная история. Архитекторы, конечно, рассказали бы лучше, но и я, как обычный турист, вижу, что одни дома начинаются на том уровне, где заканчиваются другие. Небоскребы торчат плотничком, и где-то ярусов в пять освоены, казалось бы, самые непригодные для жилья скалы. В стране бесконечно что-то строят. Даже там, где на первый взгляд, ты на второй, уже невозможно ничего втулить. А сады чаще разбивают на крышах. Поэтому особенно удивительно, когда углубляешься и находишь какие-то скверы, площади. И даже для детских площадок тут место есть. Мы нашли в Монако детскую площадку. Ну, слушайте, не производит впечатления, честно говоря. Хотя, может быть, здесь и детей как-то особо нет. Потому что дорогая страна, прежде чем попасть в Монако, надо вырасти и хорошо так вырасти. Страна маленькая, очень плотная, но за пределами Монте-Карло как будто безлюдная. Миллионеры, вы где? Почему не гуляете? Лестницы спугались? Ну, да, перепады высоты правда впечатляют. Зато как лихо можно телепортироваться с одного яруса на другой. Тут даже есть общественные лифты. Просто на улице. Ну и такой ландшафт, он как будто расширяет пространство. Крошечный клочок на карте. Меньше многих городов, а гулять можно целый день. И это тоже не преувеличение. А вот эту тачку может взять абсолютно любой желающий. Это каршеринг. В Монако тоже есть такая услуга. Так что можно заранее зарегистрироваться и не ходить пешком, как мы. Мы прошли практически всю страну. Пришли вон оттуда и там вот за холмом на другой противоположный край Монако. И сейчас мы идем в столицу этого государства. Да, здесь тоже есть столица Монако-Виль. Именно там живут князья. Пейзаж отсюда чем-то напоминает Жулебино. Ну, я имею в виду плотность, конечно. Кажется, и где там была эта площадь, и детская площадка. Как они туда вместились. В начале ролика я так лихо сказала, что мы за один день обойдем все Монако. Но на деле оказалось, не так уж это и просто. Страна пусть и небольшая, но дороги здесь извилисты и протяженные. Здание казино Монте-Карло. И оттуда мы прошли пешком вот это вот все-все-все. Смотрите, как интересно отсюда еще видно. То есть вот этот вот плотный муравейник – это Монако. А туда вверх уходят уже какие-то домики. Скорее всего, это уже Франция. Но, по крайней мере, у меня создается впечатление, что Монако очень эффективно использует каждый миллиметр своей земли. Самая старая часть Монако. Именно здесь, на высоком холме, живет семья монарха. Сейчас Монако руководит Альберт II, князь. И здесь же, на этом холме, находится старый город. Узкие улочки уходят в стороны. Монако-Виль – одна из главных туристических достопримечательностей. Экскурсии гуляют именно на холме. Город появился в 13 веке. И он крошечный – 700 метров в длину и 300 в ширину. Наверное, самый маленький город, который когда-либо мы вообще посещали. Старый город уютный, тенистый. Здесь много ресторанов, здесь много туристов. Ну, есть и жилые дома. Но они не для всех. Покупать квартиры и селиться в этой части страны могут только манегаски – коренное население Монако. Здесь вот Бенедето живет, Бенджамин. Что-то на парковке перед дворцом машины намного попроще, чем на той стороне страны в Монте-Карло. Ну, а для пешеходов есть вот такой общественный транспорт. И Монако-Виль настолько привилегированный район, что автобусы бесплатные. Ох, и автобусы! Такие же крошечные, как и город. Между прочим, без водителя. Вот сейчас это он разогнался. Угу, гоним. Ну, в общем, что пешком, что в электробасе. Проехали на бесплатном транспорте. Вот эти автобусы, они курсируют как раз по Монако-Виль. То есть такой кружочек делают. Бесплатный. Там нет водителя. То есть такая автоматическая система. Здесь вот, кстати, карта. Можно посмотреть, какие остановки делают. Мы сейчас возле музея океанографии. Это тоже одна из крупных достопримечательностей этой страны и ее столицы. Океанографический музей основан в конце 19 века. Более 30 лет им руководил Жак Ив Кусто. Тут библиотека, лаборатории, научный центр, морская ферма и, конечно, обитатели подводных глубин в аквариумах. Ну и главный офис Международной гидрографической организации находится в Монако. Роскошь, богатство, дорогие тачки. Все это в Монте-Карло. А здесь в Монако-Вилле экскурсии, сувениры, дворец, какая-то такая размеренность, ресторанчики. Как будто бы другая страна. Ну, как минимум, на город со своей атмосферой, характером и традициями точно тянет. Когда гуляешь по Монако, то просто поражаешься, как это все помещается на двух квадратных километров. Именно такая площадь страны. Здесь находится место еще и для ботанических садов. Сразу несколько. И очень много экзотических растений на территории этой страны. На двух квадратных километрах тут помещается еще и очень много масштабных событий. Дальше все с приставкой международной. Телевизионный фестиваль, цирковой, фестиваль цветоводов, фейерверков, вертолетный салон, выставка собак, теннисные турниры, гран-при Монако Формулы-1, всемирный фестиваль музыки, яхт-шоу Монако, ралли Монте-Карло, кубок Пополо. В общем, как они все успевают. Может, нам повезло, что мы попали сюда в тот редкий день, когда страна не перекрыта. И вот, знаете, ехала сюда, думала, да что там это Монако, та же Франция. А вот и нет, совсем нет. И когда смотришь на карту, сложно представить, что несколько миллиметров суши могут быть страной. Но приезжаешь сюда, сомнений не остается. Могут. Эта страна оказалась намного больше, чем я предполагала изначально, когда сюда собиралась. Здесь и Монте-Карло с неуемным богатством, деньгами, дорогими автомобилями. Здесь уютные улочки старого города, очарование монархией. В общем-то, этот город-государство вполне себе страна. Разная, контрастная, но очень интересная. Подписывайтесь на канал. Меня зовут Юлия Акименко. Смотрите другие наши французские путешествия. А мы отправляемся дальше. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин